Ребята, здравствуйте! Сегодня у нас третья лекция по спецкурсу основы общей топологии. Вот я напишу, что сегодня третья лекция. Тема сегодняшней лекции — топология и непрерывность в метрическом пространстве. Топология и непрерывность в метрических пространствах. Прежде всего, давайте напомним определение, что такое метрическое пространство. Пусть у нас имеется не пустое множество, и в нем можно ввести метрику. Что такое метрика? Определение числовой метрикой на множестве х называется функция, обозначим ее буквой ρ, которая действует из прямого произведения множество х на себя в множество вещественных чисел, причем неотрицательных. Это совокупность вещественных чисел, которые больше равны нуля. Можно написать, конечно, просто в r, а потом мы накладываем условия, из которых будет вытекать, что она действует именно в неотрицательные числа. Такая функция, которая удовлетворяет следующим условиям, условиям, которые называются аксиомами метрики. Первое условие, что если мы рассматриваем расстояние, метрика — это расстояние, поэтому иногда словом «расстояние» можно ее называть, расстояние между любыми двумя точками нашего множества всегда неотрицательное. И оно равно нулю в том и только в том случае, если эти два элемента совпадают. Ну, конечно, я имею в виду сейчас любые х, y и z, которые мы будем ниже рассматривать, они берутся из множества х. Значит, вот это первое условие называется рефлексивностью, свойство рефлексивности. Второе условие — условие симметричности. Расстояние от х до y и расстояние от y до x одно и то же. И, наконец, третье условие — это транзитивность. Если мы берем любые три элемента из нашего множества, то расстояние между х и у не превосходят суммы расстояний от y до z плюс расстояние от z до y. Это условие называется транзитивность. Значит, здесь вот симметричность, а это транзитивность. Первое — рефлексивность. Я уж не буду писать, здесь места мало. Итак, вот такая метрика. Что такое метрика? Ну, хочу сказать, что я вот здесь выделила слово числовая метрика. На самом деле иногда рассматривают метрики со значениями в некотором нормированном пространстве, точнее говоря, в конусе нормированного пространства. То есть бывают метрики со значениями не только в области вещественных чисел, но и в других пространствах. Кроме того, хочу сделать такое замечание. Замечание, что существуют метрики метрики со значениями в конусе нормированного пространства, нормированного или это я напишу здесь так, в конусе линейного нормированного пространства, обычно берут банаховое пространство, то вы уже знаете, что это такое, или в конусе линейного топологического пространства, топологического пространства. Но мы этого касаться не будем. Такие метрики называются коническими. Значит, это коническими, метрики. Мы этого касаться не будем, хотя хочу сказать, что многие математики занимаются исследованиями пространств вот с такими коническими метриками. По поводу третьего условия хочу сказать, что в частности, иногда рассматривают так называемые ультраметрики. Значит, первое, что существуют метрики со значениями не числовыми, а вот в некоторых линейных пространствах. И второе, если в третьем условии мы заменим вот это неравенство на более жесткое неравенство, вот если мы напишем, что это не превосходит максимума из двух вот этих расстояний, ρ от x, z и ρ от z, y, то такие метрики называются ультраметриками. Значит, если вместо условия 3 поставить вот такое более жесткое условие. Всякая ультраметрика, конечно, является и метрикой. Значит, она является и метрикой, но далеко не всякая метрика является ультраметрикой, потому что это условие более сильное, более жесткое. Пространства с ультраметриками обладают особыми свойствами, их тоже изучают отдельно. Мы тоже этого касаться не будем. Мы будем рассматривать обычное метрическое пространство с числовой метрикой. Давайте приведем примеры. В любом ли множестве можно ввести метрику. Значит, метрика существует в любом множестве. Вот пусть у нас, еще раз повторю, есть любое не пустое множество. Мы можем задать метрику вот такую. Значит, пусть мы зададим ρ от x, x равняется нулю для любого x из нашего множества. А если элементы различны, x не равно y, x, y из множества x, то мы положим метрику равной единице. Легко проверить, что все вот эти три свойства выполняются. Так что это действительно метрика. Вот пример метрики. пример метрики. Можно привести еще примеры простенькие. Например, на множестве r в качестве метрики ρ мы можем взять, например, такую модуль разности двух вещественных чисел. Это тоже будет метрика на множестве r. Но другие примеры я попозже еще приведу. Какими свойствами обладает метрика, вернее, метрическое пространство? Ну, во-первых, метрика задает топологию. Давайте поясним, как это делается. Значит, если у нас на множестве x задана метрика, значит, определение. Множество x с метрикой называется метрическим пространством. Если ρ, метрика на x. Метрика задает топологию. Если мы рассмотрим так называемые открытые шары, вот я буду их обозначать, ну, скажем, у ε от x. Определим вот такое множество. Это совокупность всех элементов нашего множества x таких, что расстояние от y до x меньше ε. Вот это вот открытый ε-шар. открытый шар радиуса ε, ε, конечно, больше нуля, с центром в точке x, лежащей в нашем множестве. Ну вот, если мы определим такие множества для любых положительных ε, то давайте проверим, не является ли, то эти множества как раз образуют базу некоторой топологии. Значит, совокупность вот таких шариков, ε-шариков, образует базу топологии. Ну, топология, конечно, будет определяться, как всевозможное объединение таких шариков, плюс еще пустое множество, и мы получим топологию. Значит, заметим, что совокупность вот таких вот шаров, значит, ε больше нуля, и x принадлежит нашему множеству. Это база топологии, которая называется метрической топологией. Топология, определяемая метрикой ρ или метрической топологией. Метрической топологией, определяемой метрикой ρ. Ну, проверить, что это база, несложно. Если мы возьмем, ну, у нас был критерий базы. Ну, во-первых, это покрытие. Мы каждую точку можем покрыть таким шариком, и все наше множество будет покрыто такими шариками. Затем по критерию базы мы должны проверить, что если мы возьмем два таких шарика с пересечем, значит, скажем, у... Если вы пересечете... Ну, я просто нарисую картинку. Вот точка x и некий шарик радиуса, ну, скажем, альфа. Вот это будет у альфа x. Ну, и возьмем некий шарик с центром точки y радиуса, скажем, бета у бета y. И пусть их пересечения не пусто. Не пусто. Тогда по критерию базы мы должны найти элемент из нашей совокупности, из нашей базы, который будет целиком содержаться в этом пересечении. Возьмем любую точку z здесь, ну, и возьмем у нее, вокруг нее шарик, радиус которого, значит, рассмотрим у, скажем, гамма от z, где... Как мы выберем гамма? Ну, во-первых, если z располагается в открытом шарике с центром x радиуса альфа, то очевидно, что расстояние между x и z строго меньше, чем альфа. И мы можем взять такое число, как альфа минус ρ от z до x. От z до x. И можем взять число аналогично, если z лежит в этом шарике, то у нее есть расстояние от z до y, которое меньше бета. Поэтому мы можем вычесть из бета это расстояние от z до y. Ну, и вот мы имеем два положительных числа. Если мы возьмем из этих двух чисел минимум, то достаточно взять гамма, не превосходящая вот этого минимума. Ну, и тогда у нас шарик радиуса гамма с центром z будет целиком лежать как в первом шарике, так и во втором, а следовательно, вы в пересечении. Итак, мы нашли элемент. Мы нашли элемент из нашей совокупности, из нашей, так сказать, базы, который удовлетворяет критерию базы. Отсюда следует, что это действительно база некой топологии. Топология определяется, повторяю, как всевозможное объединение элементов базы, добавленное к ним пустое множество. Какими свойствами обладает... Да, и эта топология называется метрической, определяемой метрикой ρ. Маленькое простое утверждение. метрическая топология хаусдорфова. Метрическая топология является хаусдорфовой. А мы уже говорили с вами о том, что такое хаусдорфовая топология. Является хаусдорфовой. Ну, я повторю. то есть для любых двух элементов х и у, лежащие в нашем... Значит, мы рассматриваем сейчас метрическое пространство с введенной метрикой. Вот мы установили, что там имеется топология, которая определяется вот такой вот базой. И хотим проверить, что эта топология будет хаусдорфовой. То есть для любых двух точек нашего метрического пространства, которые не равны друг другу, не равны друг другу, существуют такие окрестности у ε1, скажем, точки х и существует окрестность у ε2 точки у, что они не пересекаются. у ε1 х, у ε2 у не пересекаются. Ну, интуитивно это совершенно понятно, но, тем не менее, простая выкладка здесь тоже не помешает. Значит, пусть у нас раз х не равен у, давайте простенькое доказательство запишем. Так как х не равен у, отсюда следует, что расстояние между ними есть некое положительное число α. Ну вот давайте возьмем, выберем ε1. Пусть ε1, ну, например, равняется ε2 и равняется α, деленное на 3. Тогда, действительно, эти шарики не пересекаются, тогда эти шарики не пересекаются, поскольку, если мы возьмем расстояние, если бы они пересекались, то получилось бы, что расстояние от точки х до точки у у нас должно быть по третьему условию метрики, по условию свойства транзитивности. Оно, значит, предположим, давайте я аккуратно напишу. Предположим, что они пересекаются. Отсюда следует, что у α на 3 от х и у α на 3 от у не пересекаются. Давайте предположим противное, что они пересекаются. Значит, пусть тогда существует точка z, лежащая в этом пересечении. Ну, давайте нарисую картинку. Вот у нас, предположим, что эти два шарика пересекаются, и мы взяли какую-то точку z, лежащую в их пересечении. Тогда по условию транзитивности расстояние. Расстояние от х до у, оно у нас равно, кстати, α, оно не должно превосходить суммы расстояний от х до z и расстояние от у, ну, от z до у. Все равно в любом порядке можно записать от z до у. Но, поскольку z у нас лежит в этом пересечении, значит, этих шариков, значит, она удалена от точки х меньше, чем на α на 3, от точки у точно так же получится меньше, чем α на 3 плюс α на 3, то есть две трети альфа строго меньше, чем α. Ну и получается такое вот парадоксальное условие, что α строго меньше, чем α. Чего быть не может, отсюда следует, что и требовалось доказать. То есть эти шарики не пересекаются. Вот что мы хотели показать. Итак, значит, метрическая топология обладает свойством Хаусдорфовости. Это был такой математик немецкий Хаусдорф, который вот ввел такое понятие отделимости. То есть каждые две точки, если они не совпадают, можно отделить окрестностями, которые не пересекаются. Итак, в данном случае у нас имеются окрестности точки x и точки y, которые не пересекаются. Теперь давайте рассмотрим следующие свойства метрической топологии. Как определить непрерывность отображения в метрическом пространстве? Конечно, поскольку мы установили, что метрика определяет топологию, ну, конечно, можно еще задать обратный, так сказать, вопрос, а всякая ли топология определяет метрику, задает метрику. Значит, если у нас есть топологическое пространство, можно ли в этом множестве задать такую метрику, что вот метрическая топология будет совпадать с исходной? Значит, возникает вопрос. Вопрос. В любом ли, в любом ли топологическом пространстве, пространстве, ну, скажем, y с топологией tau, можно задать метрику, можно задать метрику, метрику такую, что топология tau будет, так сказать, tau-ро метрическая топология. Метрическая, определяемая метрическая, определяемая этой метрикой. Определяемая метрикой. Этот вопрос формулируется как вопрос, о метризации данного топологического пространства. Значит, то есть, всякое ли, всегда ли можно, всегда ли можно метризовать топологическое пространство? То есть, всегда ли можно метризовать топологическое пространство? Ну, ответ, в общем-то, очевиден. Нет, не всегда. Если у нас топологическое пространство и топология вот такая, что она не является хаусдорфовой, тогда никакая метрика не будет ее индуцировать. Потому что, если топология индуцирована любой какой-то метрикой, то она обязательно хаусдорфова. Значит, ответ. Нет, если топология tau не хаусдорфова, то пространство y-tau не метризуемо. Ну, это, так сказать, у нас хаусдорфовость — это необходимое условие. Если пространство метризуемо, то оно обязательно, его топология обязательно хаусдорфова. Достаточные условия более сложны, и мы к ним еще обратимся, но, может быть, уже где-то ближе к концу нашего курса. Для этого нужны еще другие понятия. Давайте теперь займемся вопросом о том, какими особенными свойствами или как можно характеризовать непрерывное отображение метрических пространств. Вот, давайте такой заголовочек запишем. «Непрерывность в метрическом пространстве». Непрерывность метрических пространств. Пусть у нас имеется два метрических пространства — х с метрикой ρ и у, ну, скажем, с метрикой, ну, например, r — метрические пространства. И пусть есть отображение f, действующее из х в у. Некоторое отображение. Тогда можно утверждать, можно доказать следующую теорему. Но прежде чем ее сформулировать, я хочу напомнить, что в математическом анализе у нас есть два определения непрерывности отображения. Первое определение мы называем его по каши. Оно формулируется в терминах ε дельта. А второе определение мы его называем определение по гейне. Оно формулируется в терминах сходящихся последовательностей. Поэтому, во-первых, что такое сходящаяся последовательность в метрическом пространстве? Ну, в общем, понятно, но я все-таки это напишу. Говорят, что последовательность xn, где xn принадлежит x, сходится к x нулевому, лежащему в x, в том и только в том случае, если расстояние между этими точками стремится к нулю при стремящемся к бесконечности. Ну, расстояние — это число неотрицательное, поэтому здесь просто бесконечно малая последовательность вещественных чисел, и это понятно. Аналогично определяется и фундаментальная последовательность по метрике. Чуть позже нам это тоже понадобится. Так вот, давайте дадим еще такое определение. Определение. Отображение f из одного метрического пространства в другое, вот оно у нас написано, называется секвенциально непрерывным. В том и только в том случае, если для любой последовательности xn, xn сходится к x нулевому, ну, можно здесь указать, вот когда мы говорим, что последовательность сходится по метрике, то иногда вот здесь вот пишут значок этой метрики. Значит, если последовательность сходится к x нулевому по метрике ρ в нашем метрическом пространстве x, то отсюда должно следовать, что f от xn сходится к образу этого элемента x нулевое по метрике r уже в пространстве y. Вот в этом случае, если для всех точек это выполняется, для любых последовательностей, и для любой точки x из x, такое, что f от x нулевое у нас определено, называется секвенциально непрерывным. Теорема. Оказывается, метрическое пространство обладает большой аналогией с привычным нам евклидовым пространством в этом смысле. Отображение метрических пространств, отображение f, действующее из x в y, в которых заданы метрики, непрерывно в обычном смысле, тогда и только тогда, когда оно секвенциально непрерывно. Если f секвенциально непрерывно. Непрерывно. Давайте докажем. Доказательства. Пусть наше отображение непрерывно. Значит, сначала в одну сторону. Пусть наше отображение f непрерывно в том смысле, как мы давали определение в топологическом пространстве. Мы говорили, что отображение непрерывно. Если полный прообраз всякого открытого множества открыт. Другое определение было, что прообраз всякого замкнутого множества замкнут. И еще было у нас определение непрерывности. Достаточно проверять, что прообраз каждого открытого множества из базы топологии является открытым. Ну так вот, пусть у нас отображение f, пусть f непрерывно, и, допустим, у нас f от x нулевое равняется y нулевое, лежащее в y, где x нулевое лежит в x. Покажем, что тогда оно секвенциально непрерывно. Покажем, что f секвенциально непрерывно. Возьмем любую последовательность. По определению непрерывности нужно еще добавить. Тогда для любого эпсилона, значит, по условию, для любого положительного числа эпсилон существует... Значит, я аккуратно напишу для любого положительного числа эпсилон. Если мы рассмотрим шарик радиуса эпсилон с центром в точке y нулевое, то его полный прообраз является открытым множеством. Полный прообраз f в минус первой от этого шарика является открытым. x нулевое, очевидно, давайте я обозначу это множество, скажем, w. x нулевое, очевидно, принадлежит этому множеству, потому что оно содержится в прообразе. x нулевое, принадлежит w, w открыто, а это значит, что существует некоторый шарик радиуса, существует такое дельта, положительное, ну, вообще говоря, оно, конечно, будет зависеть от эпсилона, от того шарика, который мы здесь выбрали. Существует такое положительное дельта, что шарик радиуса дельта с центром в точке x нулевое будет содержаться в этом прообразе целиком. Вот картинка, вот у нас точка y нулевое, вот мы взяли шарик радиуса эпсилон вокруг нее, взяли его полный прообраз w, в нем лежит точка x нулевое, и существует некий шарик радиуса дельта, который целиком содержится в этом прообразе, а это означает, что отображение f этот шарик целиком переведет вот в этот шарик с центром в точке y нулевое. Ну и вот теперь давайте перейдем, докажем, что выполняется условие секвенциальной непрерывности. Значит, пусть у нас произвольная последовательность xn такая, что xn сходится к x нулевому. Ну, раз она сходится к x нулевому по метрике ρ, то отсюда следует, что для данного дельта найдется такой номер, начиная с зависящий, конечно, от этого числа, натуральный номер, такой, что для всех номеров, которые больше этого номера, это, так сказать, вы знаете, такие выкладки с первого курса, члены нашей последовательности попадают в дельта окрестность. Это будет, значит, xn будет лежать в вот этой дельта окрестности точки x нулевое. Отсюда немедленно следует, что f от xn будет переводиться и будет лежать в ε окрестности точки y нулевое. Ну и посмотрите, что получается, что для любого ε мы нашли такой номер, начиная с которого, для всех номеров больше этого номера, вот эти вот члены уже последовательности образов f от xn лежат в этой окрестности. Это означает, что последовательность f от xn будет сходиться к y нулевому. То есть мы проверили условия секвенциальной непрерывности для любой точки, прообраза любой точки y нулевое. Давайте теперь в обратную сторону будем рассуждать. Пусть выполнена секвенциальная непрерывность. Пусть f секвенциально непрерывна. Тогда покажем, что оно непрерывно в обычном смысле. Покажем, что f непрерывно по обычному определению. Возьмем любое открытое множество. Пусть любое открытое множество в метрической топологии, я напишу словами лучше, открыто в y, в топологии, которая определяется метрикой r. Топологии метрики r. Ну, в скобочках отмечу. Открытое. Тогда мы хотим показать, покажем, что его полный прообраз f минус 1 от v будет открыт в топологии метрика, определяемой метрикой ρ уже в пространстве x. Ну, возьмем любую точку. Пусть какая-нибудь точка y нулевая, пусть y нулевая лежит в v. В этом открытое множество, в нем лежит точка y нулевая. Поскольку мы рассматриваем полный прообраз, то точка x нулевая принадлежит полному прообразу нашего множества, и такова, что она принадлежит x, и f от x нулевое равняется y нулевое. Значит, мы хотим показать, что полный прообраз будет открыт. Если мы взяли какую-то из точек, любую, скажем, в этом прообразе, прошу прощения, в прообразе, f минус 1 от v, такой же образ равен y нулевому. Взяли любую точку. Поскольку прообраз, значит, мы хотим показать, что этот прообраз открыт. Для этого нам достаточно показать, достаточно показать, что существует некоторая окрестность, ум, скажем, там, альфа от x нулевое, открытый шарик с центром в этой точке, который целиком будет содержаться в этом прообразе. Значит, множество открытое, если в нем каждая точка содержится вместе с некоторой своей окрестностью. Мы об этом говорили на прошлых лекциях. Вот, значит, нам достаточно вот это продемонстрировать. Предположим, что это не так. Хотя бы, значит, одна точка такая обнаружилась, x нулевое, что у нее нет такой окрестности, которая целиком попадает в этот прообраз. Значит, точка x нулевое у нас сейчас произвольная. Произвольная точка x нулевое в этом прообразе. Ее образ равен y нулевое, который принадлежит v. И мы хотим показать, что есть такая окрестность. Предположим, противная. Это означает, что какую бы окрестность, каким угодно радиусом положительно мы не взяли с центром в точке x нулевое, она не будет целиком принадлежать вот этому прообразу. Значит, ну, поскольку любую можно взять, тогда мы рассмотрим рассмотрим последовательность такую вот, скажем, альфа n равная 1n. И возьмем окрестности такие вот радиуса 1n центром точки x нулевое. Значит, поскольку ни одна окрестность целиком не принадлежит нашему прообразу, то значит, и в каждой из этих окрестностей, в каждой из этих окрестностей, в каждой такой окрестности, в каждой такой окрестности, в таком шарике, существует некая точка, обозначим ее xn, такая, что xn у нас содержится в этой окрестности x нулевое, но xn не содержится вот в полном прообразе множества v, вот в этом прообразе. Значит, окрестность не целиком попала, но вот если у нас здесь множество v, вот его полный прообраз f минус 1 v, мы в нем взяли произвольную точку x нулевое, ее образ есть y нулевое, допустим, лежащий v. И вот мы берем окрестность вокруг этой точки радиуса 1n и говорим, что в ней обязательно есть точки какие-то, вот xn я ее обозначу, которая лежит в окрестности, но она не попадает в этот прообраз, так сказать, она в дополнении к этому прообразу лежит. Но если мы проделаем это для всех n, для всех натуральных n, то отсюда у нас возникает последовательность xn, которая, очевидно, сходится к точке x нулевое по метрике ρ. Поскольку мы выбирали каждый раз эту точку, лежащую в такой окрестности, радиусы стремятся к нулю, поэтому у нас получается вот такая сходимость. Ну а что тогда можно сказать про образы этой последовательности? Значит, тогда, если мы рассмотрим f от xn, то поскольку xn не принадлежит полному про образу нашего множества v, то получается, что f от xn не принадлежит множеству v. Поскольку множество v у нас было открыто, вот, напоминаю, оно открыто было в y, y нулевое, образ нашей точки x нулевое лежал в этом открытом множестве, значит, вообще говоря, у точки y нулевое есть какой-то свой маленький шарик, целиком лежащий, вот, например, у, скажем, какой-то ε от y нулевое, он целиком лежит в множестве v. Если f от xn не принадлежит v, то очевидно, что, конечно, f от xn и не принадлежит этому шарику, который целиком лежит в y нулевое. А это означает, это равносильно тому, что расстояние r, у нас в y метрика r, расстояние r между образом f от xn и y нулевое будет больше или равно ε, раз он не принадлежит. Ну вот, посмотрите, получается, что мы нашли, то есть, то есть, последовательность f от xn, но это было ясно даже и отсюда, последовательность f от xn не сходится к y нулевому, который является образом точки x нулевое. Итак, если мы предположили, что прообраз открытого множества не является открытым, то есть там нашлась хотя бы одна точка, у которой получается, что в любой окрестности есть точки, не лежащие здесь, ни одна ее окрестность не содержится целиком в этом множестве, то мы приходим к противоречию какому? Что у нас обнаруживается последовательность в пространстве x, сходящаяся к точке x нулевое, взятая из полного прообраза, однако образы этой последовательности не сходятся к ее образу, то есть нарушается условие, которое нам задано, секвенциальной непрерывности. Значит, получается противоречие с условием секвенциальной непрерывности. Итак, значит, эта противоречие доказывает, что если наше отображение секвенциально непрерывно, то оно и непрерывно, то есть прообраз, полный всякого открытого множества, открыт. Итак, теорема доказана. Давайте приведем еще некоторые примеры метрик. в различных пространствах. Студенты 4-го курса уже проходили, изучали функциональный анализ, знают много функциональных пространств, целый набор, и там ненормированы эти пространства. А всякая норма порождает метрику как норму разности двух элементов. Ну вот мы приводили уже некоторые примеры метрик. Ну, например, в пространстве РН. Примеры метрик. Метрик. В пространстве РН. Ну, например, можно взять такую ρ от x, y будет определяться как, например, максимум из модулей x и t минус y и t, где понятно, что i меняется по i и от 1 до n. Значит, x в совокупность x1, xn, ну, и y аналогично. y1, yn. В пространстве непрерывных функций на отрезке в пространстве c, а, b можно взять такую метрику расстояние между f и g можно определить как максимум модулей f от x минус g от x. Минус g от x, когда x принадлежит нашему отрезку. могут, можно еще другую метрику, другую метрику, например, такую в пространстве rn, в пространстве rn, ну, например, можно взять такую метрику, давайте я обозначу, скажем, мю от x, y, это сумма по g от 1 до n, модуль x и t минус y житая, житая в степени p, и все это в степени единица на p. Ну, можно и другие примеры метрик привести. В качестве упражнения вы можете попробовать показать, что выполняются здесь свойства метрики. Пойдем дальше. Поскольку мы рассматриваем метрические пространства, иногда интересно рассмотреть подмножество метрического пространства. Значит, подпространство метрического пространства и индуцированная метрика. Индуцированная метрика. Итак, пусть у нас есть метрическое пространство и есть некоторое подмножество этого множества x. Тогда мы можем рассмотреть отображение ρ, которое является сужением на прямое произведение этого множества самого на себя. И у нас получится тоже метрика. Значит, это вот будет метрика на подмножестве а. Ну, понятно, что эта метрика тоже будет индуцировать топологию. Значит, эта метрика будет индуцировать топологию. Значит, это мы обозначим ее ρ, а. Значит, ρ, а индуцирует индуцирует топологию топологию на А. У нас есть топология на Х, есть топология τ, ρ, топология на Х, а вот τ, ρ, А, это будет топология на А. И легко заметить, что эта топология будет индуцирована топологией из пространства Х. Значит, если τ, ρ топология на Х, а τ, ρ, А топология на А, то она индуцирована. Индуцирована, это можно проверить, а мы рассматривали понятие топологического подпространства, индуцирована, топологии τ, ρ. Значит, нужно просто взять открытое множество на Х, пересечь их с множеством А, и они будут открыты в А именно в этой топологии по определению индуцированной топологии. Итак, вот, значит, в этом случае мы говорим, что множество А вот с метрикой ρ А это подпространство метрического пространства, это подпространство метрического пространства Х, ρ, ну а топология его, как мы уже выяснили, она индуцирована топологией метрической из большого пространства. Вот в метрических пространствах есть некоторые парадоксы. Например, первый парадокс. Давайте маленький заголовочек напишем. Некоторые парадоксы метрических пространств. Парадоксы в метрических пространствах. Мы привыкли, когда занимаемся математическим анализом или линейной алгеброй, что там бесконечное множество точек, они, так сказать, не дискретны. А вот метрическое пространство может состоять всего из конечного числа точек, например. И из-за этого, собственно, и возникают некоторые парадоксы. Ну, например, первый парадокс. В евклидовом пространстве такого не бывает, чтобы у вас шар большего радиуса с центром в какой-то точке целиком содержался бы в шаре меньшего радиуса, но с центром в другой точке. Это невозможно. Каждый из вас может немножко над этим подумать, и будет понятно, что это нереально. А в метрическом пространстве это возможно. Ну вот, например, возьмем такое метрическое пространство. Значит, А, В и С. Х равняется множество из трех точек. И зададим расстояние между этими точками. Вот между А и В единичка, между А и С единичка, а между В и С два. Тогда мы можем увидеть здесь легко, что шарик с центром в точке А, шарик замкнутый, радиус единичка с центром в точке А, он содержит все три точки, очевидно, представляет собой множество из трех точек. Мы имеем в виду, что здесь совокупность точек, которые отстоят от точки А на расстоянии меньше или равное, меньше или равное единице. Ну, можно взять и открытый шар. Ну, например, давайте я возьму так его. Ну, например, давайте я возьму открытый шар и радиус возьму, например, 1,2. Ну, тогда, конечно, все три точки будут содержаться в этом открытом шаре с центром в точке А. В то же время давайте посмотрим, что будет представлять собой шарик с центром в точке С и радиусом, ну, например, 1,5. Например, 1,5. Это будет множество, содержащее точка В сюда не попадает, расстояние у нее от С равно 2. Точка А попадает, поэтому это будет множество, состоящее из двух вот этих точек. Ну, и как мы видим, целиком это множество содержится в открытом шаре радиуса 1,1,2 с центром в точке А. Вот такой парадокс, что шар большего радиуса с центром в точке С содержится целиком в шаре меньшего радиуса, но с центром в другой точке. Ну, вот еще можно привести такой тоже парадоксальный факт, что если мы возьмем метрическое пространство Х, состоящее из тех же самых точек, трех, но по-другому зададим между ними расстояние. Ну, например, между точкой А и Б, между точками А и Б пусть расстояние будет равно единице, а вот от точки С до каждой из них расстояние равно 2. Здесь тоже выполняются условия транзитивности, кстати, как и здесь. Вы можете проверить, что это действительно метрика. Ну и тогда мы можем рассмотреть шарик радиуса 2, открытый шарик с центром в точке С. Радиуса 2 с центром в точке С. Это будет у нас одна точка С. Так, одна точка С. Если мы возьмем, если мы возьмем открытый, так, сейчас, если мы возьмем замкнутый шар, например, значит, открытый шар с центром в точке С. Давайте я возьму немножко другой. Я возьму замкнутый шар с радиуса полтора с центром в точке С. Это будет одна точка С. Теперь, если взять шарик радиуса, шарик радиуса, замкнутый шарик радиуса единица с центром в точке А, то это будет А и Б. Это замкнутое множество. Это замкнутое множество. Так, ну а здесь я возьму открытый шар. Значит, если это мы рассмотрим замкнутый шар, это замкнутое множество, но в то же время он является дополнением, ну, здесь можно действительно замкнутый шар оставить. В то же время вот это множество является дополнением до множества С, которое представляет собой замкнутый шар, замкнутое множество. Поэтому мы получаем, что замкнутый шар с центром в точке А, он является и замкнутым множеством, замкнут и открыт. Открыт. Почему он открыт? А потому что он является дополнением до замкнутого множества. Значит, вот это множество замкнутое, потому что это замкнутый шар. И получается, что одно и то же множество является и замкнутым, и открытым. Замкнутый шар является в то же время открытым множеством. Замкнутый шар, то есть шар вместе с границей и одновременно является открытым множеством. Значит, вот такие вот небольшие парадоксы. Теперь мы рассмотрим понятие полноты метрического пространства. Ну, так же, как и в математическом анализе в пространстве РН и в других функциональных пространствах вводится понятие полноты. Значит, определение. Метрическое пространство. Ну, конечно, мы когда говорим о метрическом пространстве, мы подразумеваем топологию, индуцированную метрикой. Значит, метрическое пространство называется полным, полным, если любая фундаментальная последовательность, последовательность в нем сходится к элементу этого же пространства, сходится к некоторому его элементу, то есть к элементу того же пространства, элементу. Ну, фундаментальную последовательность я не буду, пожалуй, писать определение, все знают. Последовательность называется фундаментальной, если для любого эпсила найдется такой номер n, что если возьмем два любые номера n и m больше этого n, то расстояние между соответствующими элементами последовательности будет меньше эпсила. Абсолютно так определяется. Так вот, если любая фундаментальная последовательность имеет предел в этом же пространстве, то она называется полным. Ну вот вы можете в качестве упражнения проверить полноту или неполноту некоторых метрических пространств. Ну вот возьмем, скажем, пространство евклидового пространства. Очевидно, полное. Это доказывается в курсе математического анализа. Ну вот если мы возьмем пространство ЦАБ, которое я уже упоминала, у него метрика определяется как максимум модулей разности. Как максимум модулей разности. Тоже является полным пространством. Полное. Ну а вот, например, можно взять еще пространство такое. Или с волной оно обычно обозначается П на отрезке АБ. Там определяется у нас норма. Ну давайте я возьму конкретный отрезок, скажем, от минус единицы до единицы. И в этом пространстве определяется норма. Норма элемента, ну скажем, х от т. Возьмем какой-то х от т, принадлежащий этому пространству. И определяется норма, ну буквой П ее обычно обозначают, как интеграл от минус единицы до единицы, значит, от модуля этой функции в степени П дт, и все это в степени единицы на П, где П больше равно единице. Вот такое пространство оказывается неполным. Пространство неполное. В качестве... Значит, что значит пространство неполное? Значит, не все фундаментальные последности в нем сходятся. Значит, надо указать хотя бы одну такую фундаментальную последность, которая в этом пространстве предела не имеет. Ну вот такую последовательность можно построить, например, следующим образом. Значит, существует последовательность хн от т, которая является... Значит, эта последовательность фундаментальная, фундаментальная, но у нее не существует предела в этом пространстве. Ну, понятно, что расстояние здесь — это норма. Расстояние метрика, ну, понятно, как она будет определяться. Расстояние между х и у — это есть норма х минус у. Ну, здесь t можно не писать, конечно, это более правильно будет написать норма х просто. Вот таким образом. Итак, какую последовательность можно здесь указать? Ну, например, вот такую. Возьмем вот такую функцию. Вот возьмем здесь точку 1n, минус 1n. Вот здесь на оси y обозначим минус 1 и плюс 1. Минус 1 и плюс 1. И построим вот такие вот... Нарисуем график этой функции вот следующим образом. Значит, ее график будет такой. Она равна 1 для всех точек, начиная с 1n и больше. И она равна минус 1 во всех точках, которые меньше либо равны минус 1n. Ну, а здесь она вот таким линейным образом задается. Некая линейная функция. Я не буду выписывать формулы, вы легко можете это сделать сами. Значит, вот такая вот функция xn от t. y равняется xn от t. Ну, нетрудно показать. Вы можете тоже это проделать сами. Что, значит, последовательность вот таких функций фундаментальна по этой норме. Но, тем не менее, если вы будете рассматривать предел таких функций tn от x при n, стремящемся к бесконечности, то это будет некая функция... Ну, давайте я ее обозначу x нулевой от t, которая уже не является непрерывной. Ну, действительно, нетрудно видеть, что графиком этой функции будет следующее. В точке 0 она равна 0, потому что все функции здесь равны 0. Однако, правый предел у нее при x, стремящемся к плюс 0, будет 1. Левый предел здесь будет минус 1. И она терпит разрыв вот в точке x, равной 0. Значит, эта точка, эта уже функция не принадлежит вот этому пространству на отрезке минус 1, 1. Вот. Таким образом, значит, бывает пространство полное, бывает неполное. Возникает вопрос. Вот свойство полноты пространства, оно вроде бы такое существенное свойство. Является ли оно топологическим? Топологическими свойствами называются такие свойства топологических пространств, которые сохраняются при гомеоморфизмах. Ну вот, давайте попробуем этот вопрос обсудить. Итак, свойство полноты топологических пространств, оказывается, не является топологическим свойством. То есть оно не сохраняется при гомеоморфизмах. Значит, замечание или такое утверждение. Утверждение. Свойство полноты топологических пространств, Свойство полноты топологического пространства не является топологическим свойством. Что значит не является топологическим свойством? То есть не сохраняется, вообще говоря, при гомеоморфизмах. То есть не сохраняется при гомеоморфизмах. Мы с вами на прошлых лекциях обсуждали, что такое гомеоморфизм. Это отображение взаимно однозначное и непрерывное. И обратное к нему должно быть тоже непрерывное. Значит, полнота не является топологическим свойством. Давайте приведем пример, когда это проявляется. Ну вот, допустим, у нас пространство х — это интервал 0,1. Топология в нем будет индуцироваться обычной метрикой на числовой оси. С топологией индуцированной метрикой на числовой оси r. Ну то есть метрика у нас какая? Модуль разности чисел. А вот пространство у возьмем. Это будет вся вещественная ось, тоже с обычной топологией. С той же топологией. С той же стандартной топологией. С стандартной топологией. Ну, в математическом анализе доказывается, что вещественная ось — это полное пространство. Всякая фундаментальная числовая последовательность сходится. Значит, известно, что у, равное r — это полное пространство. Полное пространство. Теорема Каши и всякая числовая фундаментальная последовательность сходится. А пространство х, очевидно, неполное. Пространство х, очевидно, неполное. Можете, каждый из вас, легко указать последовательность здесь фундаментальную. Например, 1n — это фундаментальная последовательность, которая сходится к точке, которая не лежит в этом множестве. Значит, оно неполное. Однако, между ними можно установить гомеоморфизм. Однако, существует гомеоморфизм. Морфизм. Ну, скажем, обозначу его φ из х, равного интервалу 0,1 в у, равное всей вещественной оси. Этот гомеоморфизм можно задать, например, с помощью следующей функции. φ от х равняется, ну, например, катангенс πx. График этой функции вы все знаете. Вот, если мы берем интервал от 0 до 1, когда мы умножаем на π этот х, х берется из интервала от 0 до 1, мы получаем интервал от 0 до π. Ну, и на нем график катангенса вам хорошо известен. Значит, вот он будет выглядеть примерно так. Значит, здесь у нас уходит в бесконечность со знаком плюс. Имеется здесь такой вот перегиб. И дальше в минус бесконечность уходит. Совершенно понятно, что эта функция строго монотонная. У нее есть, очевидно, обратная функция арк катангенс. И ясно, что она осуществляет взаимнооднозначное отображение вот этого интервала на всю числовую ось. Значит, вот y равняется катангенс πx, например, осуществляет такой гомеоморфизм. Итак, мы видим, что полное пространство может переходить в неполное и наоборот. Так что это не является топологическим свойством. Ну вот еще в качестве такого небольшого упражнения по метрической топологии маленькое замечание такое сделаем. Значит, упражнение. Значит, покажите или показать, показать, что в пространстве, что в множестве, вернее, в множестве x, которое состоит из конечного числа точек, единственная метризуемая топология, единственная метризуемая топология, вернее, не метризуемая, давайте я так напишу, единственная хаусдорфовая топология. Хаусдорфовая топология является дискретной. Это дискретная топология. Дискретная топология. То есть такая, при которой каждый элемент является открытым множеством. Ну и всевозможные их объединения, конечно. Значит, любое подмножество из этого множества является открытым. Ну плюс еще, конечно, пустое множество. Дискретная топология — это максимальная топология. Мы ее рассматривали на первой лекции, когда говорили о том, что есть тривиальная топология, самая маленькая, и самая большая — это дискретная топология. Ну вот, значит, основные вопросы, связанные с метрическим пространством и с его особенностями о непрерывных отображениях в метрическом пространстве мы рассмотрели. Следующая тема, которую я сейчас хочу начать, это факторизация топологических пространств. Факторизация топологических пространств. Для того, чтобы говорить о факторизации, нужно сначала вспомнить, что такое эквивалентность. Значит, мы на топологическом пространстве будем задавать, ну сначала просто на множестве будем задавать некоторую эквивалентность, Переходить к факторам множества, и затем, если это было не просто множество, а топологическое пространство, на полученном факторе множества нам нужно ввести еще топологию, чтобы она тоже была топологическим пространством. Итак, факторизация топологических пространств. Прежде всего, пусть у нас имеется топологическое пространство. Пусть х в топологии та уже не обязательно метрическая, мы сейчас отвлечемся от метрических, просто топологическое пространство. Поговорим об эквивалентности и фактор множества. Я напомню, вкратце я уже говорила о том, что такое эквивалентность. Коротко, но еще раз напомню. Определение эквивалентностью на множестве х. На множестве х. Ну, х, конечно, мы предполагаем не пустым множеством. Не пустым, конечно, множеством. Называется такое, как мы говорим, бинарное отношение. Бинарное отношение — это просто можно интерпретировать как подможество прямого произведения. Ну, скажем, альфа, оно содержится в прямом произведении. То есть это некое подможество совокупности упорядоченных пар элементов х. Такое, которое удовлетворяет следующим условиям. Удовлетворяющие условиям. Условиям. Первое условие, что пара х, х для любого элемента х, пара х, х обязательно содержится в альфа. По-другому это записывается так, что каждый элемент эквивалентен, так сказать, сам себе. Это условия рефлексивности. Условия рефлексивности. Ну и вот если х, у принадлежит альфа, то обязательно и ух тоже принадлежит альфа. Иначе говоря, мы можем записать так, что если х эквивалентен у, то и у эквивалентен х. И третье условие. Если х, у принадлежит альфа и одновременно у, з принадлежит альфа, то отсюда будет следовать, что пара х, з тоже лежит в альфа. Иначе говоря, мы можем записать это так. Если х эквивалентен у, а у эквивалентен з, то х эквивалентен з. Вместо значка альфа часто употребляют для эквивалентности какой-нибудь значок вроде волны. Волна или две волны. Ну вот, значит, это эквивалентность. Каждая эквивалентность образует так называемый класс эквивалентности. Класс эквивалентности, эквивалентности элемента х, принадлежащего х. Это есть совокупность таких у из х, что у эквивалентен. Давайте мы будем употреблять значок вот такой, значит, обозначим эквивалентность вот таким значком. Если у эквивалентен х. Вот это класс эквивалентности. Легко заметить, это очень просто, что классы эквивалентности либо совпадают, либо не пересекаются. Для любых двух элементов из х, либо классы эквивалентности совпадают, либо они не пересекаются. Значит, либо они совпадают, либо не пересекаются. Это легко вы можете проверить сами, потому что, если вы предположите, что они пересекаются, то будет нарушаться вот это вот условие транзитивности. Итак, мы можем на множестве х, если введена эквивалентность, то мы можем рассмотреть классы эквивалентности каждого элемента. Поскольку они либо совпадают, либо не пересекаются, мы получаем разбиение. Отсюда возникает разбиение х на классы эквивалентности. И мы можем перейти к другому множеству. Определение фактор множества х по эквивалентности заданной – это множество классов эквивалентности. То есть это будет совокупность, если х мы факторизуем по эквивалентности вот такой, то это по определению совокупность классов эквивалентности по всем элементам множества х. Значит, вот что такое фактор множества. В качестве примеров можно привести, ну, например, возьмем с вами целые числа и введем там эквивалентность. Мы будем говорить, что два целых числа… Например, пусть наше множество – это есть множество целых чисел. Пока без топологии рассмотрим. И мы будем говорить, что число Н эквивалентно М только в том случае, если М минус Н делится, ну, скажем, на 3. Делится на 3. Значит, если разность делится на 3, то они эквивалентны только в этом случае. Тогда какие классы эквивалентности мы получим? Тогда класс эквивалентности, скажем, нуля – это будет совокупность всех чисел, кратных 3, очевидно. Значит, это будет совокупность всевозможных чисел, кратных 3. Если мы возьмем, ну, единичка, скажем, сюда уже не входит. Поэтому класс эквивалентности единицы – это будет другой класс, не пересекающийся с этим. 3К плюс 1 – это все такие числа, у которых остаток отделения натрия равен единице. Класс числа 2 аналогично определяется. Это будут все целые числа, у которых остаток отделения натрия равен 2. И других классов просто нет, потому что любое число, которое вы назовете целое, обязательно входит в один из этих трех классов. Поэтому, если мы будем переходить к фактору множества, то мы получим множество из трех элементов. Вот такое множество. Ну, можно еще другие многочисленные примеры привести для эквивалентности. И вот что такое фактор множества. Это есть множество z, в данном случае профакторизованное по заданной эквивалентность по модулю 3. Ее еще называют. Эквивалентность по модулю 3. Теперь наша задача – суметь задать топологию на фактор множестве. Если у нас х было топологическим пространством, то как превратить фактор множества тоже в топологическое пространство? Итак, пусть у нас на множестве х топология – фактор множества. Фактор топология. Такой заголовочек можно написать. Фактор топология. Вот пусть у нас х – топологическое пространство, где тау – некоторая топология, и альфа – эквивалентность на х. На х. И тогда мы можем рассмотреть фактор множества. Фактор х по альфа. Это фактор множества. Давайте введем в нем топологию. Введем в нем топологию. Но давайте прежде всего определим такое понятие, как топология, индуцированная отображением. Топология индуцированная отображением. Вот пусть у нас имеется топологическое пространство, топологическое пространство х топологии тау, и пусть имеется некоторое множество b, просто множество. И есть отображение f из х в b. Мы хотим задать, ну, конечно, множество все не пустые, иначе это неинтересно. Хотим задать на множестве b топологию так, чтобы отображение f, когда здесь топология тау, а здесь вопрос. Вот мы хотим задать такую топологию, чтобы отображение было непрерывным. Ну, это можно сделать разными способами. Например, зададим на b топологию, ну, скажем, b, совокупность каких-то множеств, совокупность каких-то подмножеств. Так что назовем множество v открытым тогда и только тогда, когда f в минус первой от v принадлежит топологии тау, то есть открыто в х. Ну, вот мы выберем все такие множества, у которых полные прообразы в пространстве х открыты. Оказывается, это будет топология. Это легко проверить. Это легко проверить, поскольку, если мы возьмем любое объединение таких множеств, то полный прообраз будет объединением полных прообразов, и, следовательно, он будет в тау. Если мы берем конечное пересечение, то аналогично полный прообраз будет конечным пересечением, полных прообразов тоже будет в тау. Конечно, в любой топологии нужно присоединить еще пустое множество. Ну и, конечно, если взять обязательно в этой совокупности, будет участвовать все множество b, потому что полный его прообраз — это х, а х — открытое множество. Итак, мы получаем тогда вот это будет топология. Так вот, топология β, определенная таким образом, называется топологией βF, мы ее можем обозначить, топологией, индуцированной отображением F. Итак, вот эта топология, она состоит из таких подмножеств v, что полный прообраз этого подмножества v принадлежит топологии тау. Вот, ну, плюс, конечно, еще там автоматически можно считать, что сюда включается и пустое множество, и пространство, и полное все множество b. Так вот, значит, что такое топология, индуцированное отображением, мы выяснили. А теперь давайте вот сюда посмотрим. Вот у нас есть множество х, и мы можем сопоставить ему, можем построить отображение, фактор множества. Каким образом? Вот отображение, скажем, я его обозначу PR, ну, от слова проекция. Я буду ставить каждой точке х, принадлежащей х, буду ставить в соответствие просто класс эквивалентности. Это будет проекция от х. И топологию мы зададим вот на этом фактор множестве, индуцированную вот этим отображением проекции. Значит, определение, фактор топологии, фактор топологии на фактор множестве х по альфа, это топология, индуцированная, индуцированная проекцией, индуцированная проекцией PR, вот которая здесь обозначена. Вот проекция, значит, это будет класс эквивалентности каждого элемента. Ну, давайте в завершение этой лекции я приведу просто некий пример фактор пространства, и мы посмотрим, какая топология там получается. Давайте рассмотрим множество всех вещественных чисел R, значит, пример. А на следующей лекции мы рассмотрим еще целый ряд примеров факторизации в различных, так сказать, видах и геометрических объектов, и алгебраических и так далее. Значит, а сейчас рассмотрим такой пример. Пусть у нас имеется множество вещественных чисел, и мы будем с вами рассматривать эквивалентность. Альфа, некоторая эквивалентность на х на r, эквивалентность на r. Мы будем говорить, что х, альфа, у в том и только в том случае, если х минус у – это рациональное число. Вот определение. Значит, ну, действительно, это эквивалентность. Каждое число эквивалентно самому себе. Разность равна нулю, это рациональное число. Симметричность очевидна. Если разность рациональная, то в обратную сторону минус. Такое же число и транзитивность тоже очевидны. Это эквивалентность. Ну, а раз это эквивалентность, значит, можно построить фактор множества. И вот по этому правилу можно задать в нем топологию. Значит, тогда мы можем рассмотреть, рассмотрим фактор множества. Вот такое вот. Ну, здесь можно было бы обозначить альфа-ку. Ну, не будем сейчас этого делать. У нас описано, что такое эквивалентность альфа. Значит, рассмотрим фактор множества. Это множество классов эквивалентности, вот которые здесь указаны. И зададим в нем топологию, которая индуцирована этой эквивалентностью, так сказать, которая индуцирована проекцией, соответствующей этой эквивалентности. Вот у нас есть R, мы рассматриваем проекцию. И топология, которую мы задаем здесь, она индуцирована этой эквивалентностью, то есть индуцирована этой проекцией. Например, попробуем ответить на такой вопрос. Является ли фактор топология Тау-Альфа Хаусдорфовой? Оказывается, нет, не является. Вот посмотрите, если мы возьмем на числовой оси точку 0, то вот здесь, давайте я здесь нарисую R, ну а здесь, так сказать, условно я нарисую фактор пространства наше, то точке 0 будет соответствовать ее класс эквивалентности. А что такое класс эквивалентности 0? А это просто все рациональные числа. Если вы возьмете любое вещественное число Х, то по правилу, которое мы изучаем на первом курсе, в любой окрестности такого Х, в любой окрестности обязательно находится рациональное число. Поэтому, если вы будете рассматривать класс эквивалентности Х, то его окрестность в этом фактор пространстве состоит из классов эквивалентности, близких к нему. Так вот, оказывается, в любой окрестности будет присутствовать класс эквивалентности рациональных чисел. Поэтому эти две точки, значит, ответ нет, я напишу, ответ нет. Значит, в любой окрестности класса эквивалентности Х содержится класс эквивалентности 0, то есть множество рациональных чисел. Поэтому любой элемент нельзя выделить окрестности отдельно у этого класса и у этого, чтобы они не пересекались. В любой окрестности этого класса обязательно будет вот эта точка. Отсюда также немедленно следует, что и любые два класса Х и У тоже нельзя отделить, потому что какой бы окрестности Х вы ни взяли, там есть класс 0, и этот же класс содержится в любой окрестности У, поэтому они все будут пересекаться. На этом я заканчиваю лекцию. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok